Попытаемся рассмотреть такую тему использования технологии физиологического аббатара в тренировочном процессе. Мы предлагаем некий комплексный подход к планированию тренировочных процессов, который соединяет несколько отдельных компонентов. Это, прежде всего, компоненты физиологический аватар, который – это виртуальный человек, виртуальный спортсмен в компьютере, который представляет из себя некоторую модель замкнутой физиологической системы, который опробован на многочисленных экспериментах медико-технических, который обладает истинностью, будем так грубо говорить. Один компонент – это СМДЦ, который вот скелетная модель известная, сейчас это широко используется, для циклических видов спорта. Мы ограничимся как раз в данном случае вопросами оптимизации планирования для циклических видов спорта. В частности, это могут быть гребли, там, допустим, байдар, академическая. Что же из себя представляет физиологический аватар? Вот этот первый компонент – это некая замкнутая система уравнений, которая содержит переменные параметры, начальные условия. Это система обыкновенных дифференциальных уравнений класса ДУ, но она не автономность переключателями, но если математики здесь, так сказать, присутствуют, то понятно, что это непростая категория, так сказать, систем, но самое главное то, что это она описывает не какую-то автономную часть, кусочек какой-то, а описывает цельный организм, полностью система, она описывает так называемый гомеостаз. То есть, в отличие от тех моделей, которыми пользуются, которые сейчас развиты, в общем-то, здесь эта модель именно гомеостатическая. Вторая особенность физиологического аватара состоит, и главная особенность в том, что это комплекс информационно-программных, так сказать, размещенных в облаке, в среде облачной технологии, так сказать, которая позволяет не только моделировать систему, но самое главное – идентифицировать эти параметры под конкретного человека. Вот в этом основная ценность. Здесь возникает вопрос, а что же нужно конкретно делать тренеру и спортсмену, используя вот такой подход комплексный? Комплексность этого подхода состоит в следующем, практическая комплексность состоит в следующем. Мы сумели соединить физиологию, биомеханику, скелетная модель плюс биомеханика И еще один элемент, который очень важен – это взаимодействие со средой, с окружающей. То есть, допустим, возьмем грибца на байдарке, и конвой, например, да? Он находится на конкретной… на байдарке, например, да? Это на лодке, будем так в общем говорить. Он сам должен… он сам тут присутствует, он взаимодействует с водой через весло. Он, в конце концов, имеет некоторые особенности физиологии. Он конкретен в нашей модели. Прямо конкретный физиологический аватар, который построен именно для этого человека. Теперь что получается? Имея вот такую комплексную модель, мы должны предоставить тренеру сказать, что он должен делать для того, чтобы использовать вот этот комплекс конкретно. Вот что он должен делать. Допустим, введение индивидуально-физиологического профиля для каждого спортсмена тренерской группы. Ну, это простейший параметр антропологический, например. Вот. Дальше. Введение индивидуального спортивного календаря для каждого спортсмена команды с указанием дней соревнований, а также особых дней, в которые соревновательная или тренировочная нагрузка не может выполняться, или ограничена. Дни болезни, травм и переезд. Очень понятно для тренера. Он может легко ввести эти данные. Вот. Дальше. Введение для каждого спортсмена команд журналов физиологических наблюдений в формате пакетов наблюдений технологии физиологический аватар. Введение журнала требует наличия современной лаборатории спортивной медицины, оснащенной необходимым измерительным оборудованием. Вот это самая как бы трудоемкая часть входной информации, которая требуется, чтобы тренер обеспечивал. Он должен через определенное время выходить на амбулаторию какую-то, где он ему предоставит для этого конкретного человека или группы спортсменов конкретные вот эти вот физиологические данные. Эти данные вводятся в нашу программу. Она все это прокручивает и дает в результате физиологический аватар в данный момент. Следующее. Управление процессом создания используем коллекции. Для каждого спортсмена команды. Эта коллекция создается на фабрике идентификации на основе исходных данных вот этих же. Для каждого спортсмена команды должен быть создан хотя бы один актуальный физиологический аватар. Я только что об этом говорил. И это чисто технический вопрос, который не касается фактически тренера или спортсмена. Это делают специальные программисты, если подключаются. Но если профессионал окажется тренер, несложно ему эти вопросы, так сказать, инициировать, попросту говоря. Дальше. Ведение для каждого спортсмена журнала спортивной формы. Вот здесь интересно. В журнал заносятся экспертные оценки спортивной формы по результатам соревнований. Либо по результатам приближенных к условиям соревнований специально организованных тестов. Прикидок. Тоже это знакомо любому тренеру. Единственное, что там нужно квантизацию сделать этих показателей. Так, чтобы они потом вошли в функционал оптимизации для нахождения оптимального, допустим, планирования этого спортсмена. Дальше. Ведение для каждого спортсмена команды журнала тренировочной нагрузки. В журнал заносится величина трим, полученный спортсменом во время тренировочных упражнений с физической нагрузкой, а также во время соревнований. Дальше я покажу, как здесь предоставлен инструментарий для того, чтобы конкретный тренер или спортсмен очень легко это все делал. На компьютере, на смартфоне. Вот. Это уже конкретик. Теперь мы перейдем к еще большей конкретике. Один из пунктов там был проведение физиологических исследований. Что же конкретно надо измерять для спортсменов высшей квалификации? Ну, например, вот для группы спортсменов порта высших достижений. Вот этот перечень. Масса тел, частота, гемоглобин и так далее, и так далее. Вот здесь вот 14 позиций, которые лаборатория должна предоставить. Это для спортсменов высших достижений. Если будет меньше, у нас пакеты и такие предусмотрены, но они будут давать проблемы с вычислениями. Да, больше времени на вычисления и так далее. Точность будет другая. И что же он в конце концов получает? После конкретных вычислений план тренировки построен, рассчитанный на конкретный день получения, достижения спортсменам наивысшей формы. Прямо конкретный день будет указан после прохождения вот этих вычислений. Тренировочные упражнения с датчиком пульса онлайн делаются. Это решение прямой задачи, то есть прямо в реальном масштабе времени снимаются показания частоты сидений, скорощения, больше ничего. И в итоге, поскольку модель есть этого, она решает обратные задачи и находит все характеристики, которые нужны для того, чтобы правильно выбрать план вот этих тренировок. А есть вот задача обратного калькулятора, когда по, опять же я говорил, по конечному результату мы буквально, тренер выбирает с какой частотой сокращения ему выполнять то или иную, то или иное задание. А теперь посмотрим конкретно для гребли на байдарах и кануев, как это непосредственно реализуется в гребли на байдарах и кануев. Вот смотрим, это скелетная модель. Здесь точки приложения силы, то есть центры масс. Смотрите, здесь и гребец, здесь и лодка, здесь и вода, и весло. Все это взаимодействие. И что это дает в итоге? Вот возьмем нашего Василия. Вот его данные. Можно посмотреть особенности техники. Здесь. Это просто визуализация. Но этого, это не сама цель. Это как раз то, что делают, можно в любом виде спорта, я говорил. А вот когда мы начинаем анализировать уже работу всего комплекса спортивного, то есть здесь сам человек с его физиологией, здесь лодка взаимодействия с водой, здесь весло во взаимодействии с водой, здесь, наконец, биомеханика движения. И что получается? Вот поскольку все это учтено в физиологическом аватаре, то мы получаем объективные характеристики тренировки выполненной или будущей выполненной. Вот как я уже говорил, можно планировать. Ну вот, допустим, просто текущая тренировка идет. Что она показывает? Вот, допустим, это циклограмма скорости весла относительно лодки. Здесь горизонтальная скорость проводки, вертикальная скорость подготовки. Ну, здесь ее нет. Вот здесь галочка не поставлена. Вот. Короче говоря, это вот для Байдарки, для Канои. Здесь можно тренеру очень много информации получить о том, какова техника во всяком случае и каковы энергетические затраты. Вот чуть попозже покажу. Пока это только изображение движения. А вот здесь уже изображение различных сил действующих, пропульсивной силы, его силы вертикальных колебаний. Что это такое, например, для тренера? Я могу это продемонстрировать. Это вот Каноист, да, представляете? Он прогребает, но у него есть много лишних движений, которые поднимают весло, что-то выбрасывают в воду и так далее. Вот эти лишние силы, они здесь названы вертикальными и силами сопротивления. Силы сопротивления, как правило, у Байдарки отсутствуют, у Канои есть. Да, вот, допустим, дистанционные профили мощности и КПД организма в тренировочном заезде. То есть можно посмотреть, какова полная мощность. Вот смотрите, полная мощность, полная мощность, все это, да? Механическая мощность, а пропульсивная, она всего лишь вот. Все остальное ненужное. Как тренер может показать, оптимизировать этот процесс так, чтобы вот эти как можно меньше были? Здесь КПД показывается, поскольку комплекс, там и физиология, там все учтено. Показывается КПД, который именно этот спортсмен, именно этот, не как кто-то, а именно этот, каково его КПД. Дальше смотрим. Особый интерес, по крайней мере, я говорил, для планирования, это измерение лактата. Мы можем лактат измерять онлайн в любой момент времени, чего никто не умеет делать. Обязательно, как лактат измеряют, там кровь, там какое-нибудь испытание, тесты конкония, еще что-нибудь мучает человека. Здесь ничего не нужно, здесь все, поскольку человек-то известен, аватар известен. И все, он прям точно показывает, какова. То есть, тренер может, ну, по крайней мере, показать, где остановиться, где превысить этот самый порог лактатный. То есть, все это наглядно. То же самое кислородного запроса, очень важный показатель. Наконец, показываются в резюме конкретные характеристики окончательные, что из себя представляет его тренировка. Теперь смотрим в коллективе тренер, что получает от такого комплекса. Вот сравнение двух каноистов, известных Ополев и Крайтер. Этот олимпийский чемпион, этот был на Олимпиаде, к сожалению, не стал олимпийским чемпионом, но был. Значит, он добрался до этого. И вот можно сравнить эту технику, этих двух, по объективным характеристикам, не каким-то вот умозрительным тренера, понимаете, даже самого спортсмена, а объективным, численным, точным. Можно говорить о свойствах, ну, сейчас не буду я детали вдаваться. По крайней мере, вот здесь можно сравнить по КПД Крайтера и Ополева. Можно видеть, кто из них более эффективно работает, вот, по крайней мере, использует свои возможности более... Сейчас вот по этим, допустим, смотрим, по полному КПД. Вот КПД. Чем лучше, тем лучше. Сложно тут вот сразу. Где он здесь? Вот так. Вот КПД, видите? Вот у этого 19, у этого 11. Это уже говорит о том, что эффективнее работает Крайтер, чем Ополев. Другое дело, там могут быть какие-то особенности, о которых я чуть попозже. Вот сейчас скажу. Интересная особенность. Вот, кстати, Василий Бериндяев сравнен с Густавсоном. Тоже по тем же характеристикам. Но в Байдарка уже, там есть особенности левой и правой руки. У Василия там асинхронные эти вещи, так сказать, мы ему подметили это очень. Он убедился, очень воспринял. Вот, опять же, эти характеристики. КПД там. Понятно, да? Вот. Так вот, еще одна любопытная характеристика, о которой я уже... Я еще не говорил. Лучшим или важнейшим свойством грибца, все тренеры это знают, является его чувство воды. Вот у кого есть чувство воды, все, он на голову выше будет. Есть такие представители, я сам лично участвую когда-то в молодости на общих сборах, там в сборной союз. Там были такие олимпийские чемпионы Гейштар Макаренко, которые совершенно удивительно имели, удивительное чувство воды. Оба, не один, а оба. Их работа такая была синхронная, что все просто любовались, вот когда они проходили дистанцию. Это просто какая-то фантастика была. Из себя они ничего не представляли в смысле мышечной массы или еще что-то, какого-то телосложения особого нет. Просто вот исключительно чувство воды. Никто не знает, как его определить. Что это вообще такое? Никто не знает. Мы нашли такой способ. Понимаете, что? И мы определяем это чувство воды конкретным числом. Этого никто никогда не делал, вот мы сделали. Да. Вот только потому, что мы знаем аватар этого человека, мы о нем практически знаем все. В том числе и чувство воды. Как? Какой квантизации, о которой я говорю, этого показателя? Это уже другой вопрос. Я могу рассказать, в чем идея тут. Но так или иначе, вот это такая возможность есть. Тренерам бы это посоветовать. Это такой был бы скачок. У, так сказать, результатов немыслимый, потому что качественно совершенно другой подход к тренировке. Совсем другой, чем тот, которым... Сейчас у нас что интуитивно, опыт, тренерский опыт реализуется чисто субъективно. Вот это вот так, вот это вот так. А точных методов не использует никто. А если используют, то только вот эти вот прямые методы, которые не учитывают весь гомеостаз человека, а только какую-то одну особенность, допустим, там, зависимость нагрузки от чистоты сердечной, кстати. Чистая регрессионная зависимость, которая ничего не дает практически. На популяцию рассчитана, а не на индивида. Ну да, то есть большого количества просто берут у тех, кого... Да, там, в результате толку никакого всего этого. Конкретные контакты и конкретные размещения, где эти программы размещены бесплатно вообще. У нас они сделаны для Windows 10, вот. И сейчас уже и для Android iOS тоже сделано. Поэтому мы еще не разместили вот этот Android вариант, естественно. У нас, в сути, любой человек, спортсмен, имея просто свою видеозапись, как он гребет, допустим, в тренажере, он может сам составить свой аватар и иметь какие-то определенные данные. Да, медицинские, медицинские, самое главное. Да, найдя, допустим, какой-то определенный... Совершенно верно. Он может сам себя контролировать и видеть... Совершенно верно, даже сам спортсмен. То есть мы, можно сказать, шагнули на стоп вперед... Ну, понимаете, вот все восклицают, ба, немыслимо. Действительно, вот это немыслимо до сих пор нигде, и за границей этого нигде нет. Как вот вы дошли до этого? Это 42 года работы. 42 года. Да. Я могу рассказать историю кратко. Я, в общем, сотрудник по образованию, в том числе, Государственного университета Мехмат, да? В том числе. У меня два образования, но это не важно. Но факт тот, что вот, будучи на Мехмате, у нас была научно-исследовательская работа с Институтом трансплантологии искусственных органов. Это академик Шумаков. Вот мы совместно по их заданию делали работу по проблеме искусственного сердца. Вот с этого все началось. Мы сделали, значит, программу обработки результатов испытания клапанных протезов сердца на гидродинамическом стенде. Отбраковывали клапанные протезы для того, чтобы потом человеку поместить именно хорошие. Это тоже потребовалось. Ну, правда, здесь, так сказать, аватар технического, фактически, устройства гидростенда. Хотя он замкнутый, тоже, ну, похожий. Но совсем другое, чем физиологический. Дальше мы сделали модель физиологического. Тогда аватара у нас названия не было. Ну, вот эту модель физиологической системы, с которой, в принципе, мы смогли провести эксперименты. И потом их стали, эти программы, использовать в Институте трансплантологии, в частности, по управлению вспомогательным кровообращением. То есть, когда работающему усталому, как говорится, сердцу подключают баллончик такой, который управляется двигателем, который управляется фактически нашей программой. То есть, нужно сделать такой был импульс воздействия на этот баллончик, чтобы он был подобен импульсу сердечному, и чтобы он позволял, эта система позволяла отдохнуть сердце на определенный период. Это так называемая внутриавертальная контрпульсация. Следующий был эксперимент такой. Мы сделали такую модель, в которой участвуют уже животные. То есть, теленок у нас стоял, так сказать, в клетке, жевал там, что нужно. И в течение года ему вживили искусственное полость сердца. И по аналогии вот с этим воздействием двигателя на баллончик, мы воздействовали на это искусственное сердце и гнали кровь. Поскольку… – Давали сердечный пульс. – Да, давали вот реально, так сказать, движение крови у этого животного. Вот эти работы где-то до 80-го года, до 80-го, какого-то там, 7-го, что ли, 6-го, не помню уже. Сейчас, да, такой, 6-го года приблизительно. Они вот продолжаются. После этого эта перестройка, все прекратилось, финансирование прекратилось, отношения, так сказать, уж сложные стали. И мы стали собственными силами работать уже в направлении человека и физиологической системы человека так, чтобы это можно было использовать вот в таких приложениях, как спорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА